Проговор Верховного Суда Таджикистана в отношении мятежников Новая концепция таджикских властей по борьбе с исламом Таджикистан, борьба с так называемым экстремизмом продолжается Верховный суд Таджикистана за закрытыми дверями вынес приговоры нескольким соратникам, экзаместителям министра обороны страны Абдухалима Назарзада По информации, поступившей 13 июня от родных осужденных, Верховный суд приговорил к пожизненному заключению Садриддина Ниаматова и Сироджа Одинаева, а Амуруло Нуров получил 23 года лишения свободы Имена других осужденных и их приговоры пока неизвестны Окончательное судебное заседание по данному делу состоялось на прошлой неделе Однако из-за наложения грифа секретности об этом стало известно только сейчас Как сообщило информационное агентство Азади, ссылаясь на тот же Ньюз, оппозиционное новостное агентство Всего были осуждены 9 человек Всем им были предъявлены обвинения в организации и участии в так называемом мятеже, якобы произошедшем в сентябре 2015 года Следует напомнить, что 4 сентября 2015 года режим Рахмон обвинил бывшего замминистра обороны республики Генерал-майора Абдухалима Назарзада в вооруженном мятеже, а сразу после этого обвинил партию Исламского возрождения Таджикистана в подготовке и финансировании этого мятежа Назарзада в прошлом был членом партии Исламского возрождения Таджикистана, но после подписания соглашения 1997 года, согласно 30% квоте, был принят на работу в Министерство обороны от оппозиции По мнению наблюдателей, сам факт существования так называемого мятежа вызывает большие сомнения, на что указывает полная засекреченность всей информации касательно этого дела и закрытый процесс над фигурантами, не говоря уже о том, при каких обстоятельствах были убиты сам Назарзада и его близкие соратники Министр иностранных дел Таджикистана Сирожидин Аслов заявил о необходимости принятия новой национальной концепции, усиливающей борьбу с так называемым экстремизмом Об этом он сообщил на встрече экспертов высокого уровня по вопросу экстремизма, состоявшейся в Душенбе 13 июня По словам Аслова, новая национальная концепция по борьбе с так называемым экстремизмом заключает в себя проведение разъяснительных мероприятий среди молодежи, среди женщин и укрепление отношений с гражданским сообществом Нужно заметить, что на сегодняшний день все эти озвученные меры уже применяются на практике, но в формате пропаганды этих исламских идей Например, распространение мысли о том, что мусульманская одежда и хиджаб якобы являются чуждой для таджикских женщин Или же утверждение о том, что подросткам до 18 лет не нужно посещать обязательную пятничную молитву Также министр иностранных дел заявил, что Таджикистан провел значительную работу в рамках международных обязательств по предупреждению терроризма Приложены усилия по обузнанию экстремизма внутри страны Мы являемся одной из немногих стран, которые, несмотря на существующие угрозы, смогли обеспечить безопасность и стабильность По всей видимости, таким образом министр хотел заручиться поддержкой за рубежа в борьбе с ростом ислама Чтобы международное сообщество не критиковало режим за преследование людей за инакомыслие Шестеро жителей Согда приговорены к различным срокам лишения свободы за так называемое членство в запрещенной в Республике Таджикистан исламской группы Салафия Возраст осужденных составляет от 28 до 42 лет Все они были задержаны сотрудниками ГКНБ Республики Таджикистан в Сагдийской области в марте 2016 года Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренной статьей 307 Прим. 3, часть 2 Уголовного кодекса Республики Таджикистан И приговорил 33-летних Абду Жабора Шарипова и Санатулло Мирзоева 42-летнего Рустамбека Каландарова к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы соответственно каждого 31-летнего Шарифа Расулова и 32-летнего Мирали Рахмонова к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы 28-летнего Мухаммади Мирзоева к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы Также неделю назад суд района Аджоми Ахатлонской области приговорил 6 местных жителей по аналогичным обвинениям к срокам заключения от 3 до 5,5 лет Напомним, что с недавнего времени режим Рахмона объявил настоящую охоту за каждым жителем распространяющим призыв к соблюдению ислама Один из главных ударов пришелся по салафитским проповедникам, которые в течение долгого времени играли важную роль в возрождении ислама в народе Таджикистана